Здорово! И для начала давайте послушаем мнение заместителя премьеры Белоруссии о развитии интернет-технологий в стране. Большинство наших граждан, пользователей, IT-технологиями, интернет-ресурсов, из 9,5 миллионов граждан имеют абонентское приложение и пользование около 13 миллионов наших граждан. Это говорит о том, что есть создан ресурс, который позволяет любому пользователю использовать самые современные трафики для внедрения, интеграции и развития своих возможностей спроса, интересов. Имею мнение, хуй оспоришь. А ведь реально хуй оспоришь. Потому что непонятно, что он вообще сказал. Не хотел бы я, чтобы мне этот мужик в инду переустанавливал. И вообще к компу прикасался. Такое ощущение, что перед интервью произошло примерно следующее. О чем спрашивать будете? О развитии интернета. Ё-моё, так, ладно, окей. Ах, какие нам слова нужно говорить. Пользователи, интернет-ресурсы, приложения. Так, всё, я готов. Большинство наших граждан, пользователей, IT-технологиями, интернет-ресурсов, из 9,5 миллионов граждан имеют абонентское приложение и пользование. Около 13 миллионов наших граждан. Может, IT-технологии в Белоруссии настолько шагнули вперед, что позволяют внедрить в мозг человека микрочипы? И сейчас на нём тестируют аугментацию, отвечающую за генератор случайных слов. А заметили, как он странно вертит головой? Как будто таинственные голоса нашёптывают ему чушь, которую он несёт. Большинство наших граждан пользователи IT-технологиями и интернет-ресурсов. Ладно бы он просто так эту хуйню нагородил, но это ещё и по телеку показали. Представляю, как охуел при просмотре белорусский зритель. И вообще, я считаю, что для обычных граждан, ну, тех, кто не знает, что такое интернет-трафик, зато знает, что такое мормышка, им всё, что касается интернета, нужно объяснять максимально просто. Видео с котиками будут грузиться быстрее. В общем, надеюсь, у интернет-пользователей Белоруссии всё хорошо. И они могут использовать самые современные трафики для внедрения, интеграции и развития своих возможностей и спроса интересов. Что в переводе означает поставить лайк под этим видео. А теперь ещё одно белорусское видео. Какую самую неожиданную херню вы встречали на дороге? Что бы вы ни ответили, это не переплюнет то, что попалось на пути вот этому водителю. Походу, Ван Дамма отправили на лето в деревню к бабушке. Будет там тренироваться, ногой по яблони бить, заодно, по-моему, что яблоки собрать. А что, если это такой новый вид лежачих полицейских? Или ДПСник, который может смотреть только в точку на уровне его глаз? Так, секундочку, я номера посмотрю. Так, сейчас. Да, всё в порядке, проезжайте. Водила, кстати, зря уехал. Может, там у акробатического номера продолжение было какое? Например, выбежали карлики-жонглёры с фокусником и распилили мужика пополам. Или, вероятнее, появилась жена этого шоумена и надавала ему пизделей за то, что он опять накидался. Я понял, это вырезанная сцена из «Матрицы», когда Нео в своём плаще пришёл на последний бой под проливным дождём. Просто в оригинальном сценарии был момент, где он разминается перед дракой. Уверен, мужик с такими талантами в деревне не пропадёт. Так же реально удобнее корову доить. Современные дети постоянно снимают всякую хуйню на камеру и выкладывают это в интернет. Естественно, у родителей есть мнение на этот счёт. Да у нас сегодня прям чемпионат по гимнастике. Даже не знаю, кто круче, дорожная акробата или девочка с пердящим батей. Наверное, всё-таки девочка. Ей же сложнее, её чуть другой конец комнаты не отнесло. Я бы такого батю на родительское собрание не посылал. Что это вообще за семья такая? Дочь снимает кульбиты на кухне, батя пукает на кухне, а мать не у плиты. Хорошо, хоть он не додумался сделать это с зажигалкой. Иначе номер девочки сразу превратился бы в цирковой. Отец подумал, что запаха потных ног на кухне недостаточно. Или он просто решил, что дочери пока рановато показывать свои таланты. И если за ней соберётся приударить какой-нибудь одноклассник, ему придётся иметь дело с батей. И его талантами. Ну или это всё подстава от дочери. Гимнастка сама от напряжения фартанула, как мужик, свалила вину на батю. И теперь герой должен скрываться в бегах, чтобы восстановить своё доброе имя. Не, ну не настолько подстава, конечно. Короче, вот ещё один плюс быть родителем. Можно пёрнуть человеку в лицо, и тебе за это ничего не будет. Так что поднимайте демографию страны, хавайте бобовые и в бой. А сейчас я вам покажу, как бы выглядела ГТА, если бы главным героем была бы женщина. Слабость Оксаны автомобиля. Даже на зоне за последнее преступление она получила кличку Бибика. Мы оставили мой автобус. Я села впереди, как ни у чём не бывало, и мне показалось, почему-то он есть за рулём, а я нет. Но я же тоже умею водить, ну, что здесь такого. Ну, я встала, я занималась раньше каратэ, ворная борьба, кушу. Я подошла, ну, как бы нечаянно, нечаянно ударила, ну, вертушку сделала ему. Он выскочил с автобуса, я побежал на пуза ГАИ. Вот, ну, я села, я тронулась немножко. У меня был в пакете лак для волос, дезодорант. Я его так перевернула, он получился, как пистолет. Ну, и как бы остановила тех пассажиров, которые хотели, две девочки, выходите. Я бы сказала, сидите, если уйдёте, ну. Госпожа Бибика, очевидно, немножко тронулась на всю голову. Её мотивации и план угона просто поражают. Находите предмет зависти, понимаете, что вы можете так же, невзначай делаете вертушку, получаете желаемое. Я бы с удовольствием посмотрел на следственный эксперимент по этому делу. Конечно, не стоит исключать версию лютого пиздежа с её стороны. Ведь на свете есть всего пара человек, у которых слова «вертушка» и невзначай могут быть в одном предложении. Это Чак Норрис и Брюс Ли. Хотя, погодите-ка, судя по прическе, она вполне может быть реинкарнацией одного из них. Клабость Оксаны автомобиля. Даже на зоне за последнее преступление она получила кличку Бибика. Немного странное погоняло для зоны. Звучит как-то не очень уважительно. Как будто она её не в тюряге, а в песочнице получила. Вот, ну, я села, я тронулась немножко. У меня был в пакете лак для волос, дизодорант. И я его так перевернула, он получился как пистолет. Ну, и как бы остановила тех пассажиров, которые хотели две девочки. Выходите, я сказала, сидите, если уйдёте, ну. Так, всем сидеть, если кто рыпнется, я ему башку лаком покрою. Дешёвым лаком! И вот нахуя ей были нужны пассажиры? Чтобы сложилось полное ощущение симулятора водителя автобуса? Когда после просмотра сюжета остаётся столько вопросов, я начинаю думать, что некоторые передачи снимаются только ради того, чтобы высасывать из людей мозг. Вот, ну, я села, я тронулась немножко. У меня был в пакете лак для волос, дизодорант. И я его так перевернула, он получился как пистолет. Ну, и как бы остановила тех пассажиров, которые хотели две девочки. Выходите, я сказала, сидите, если уйдёте, ну. Теперь мой собственный список подозрительных личностей пополнили все тётки с видом продавщицы. Отныне придётся выбегать из автобуса каждый раз, как такая зайдёт внутрь. То есть можно вообще не заходить, потому что они там по умолчанию сидят. Кстати, народ, я тут одну тему давно не говорил. И, может быть, есть новички, которые не знают, что у меня есть второй канал Moran Days. Я там езжу по разным странам и городам, в общем, путешествия там. И сейчас там как раз выходят дни из моей поездки в Сингапур. Так что заходите, чекайте и подписывайтесь. Йоу. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим. Пока! Привет, дорогие собутыльники и собутыльницы. У нас в меню яйца. Но мы их будем пить. Старинный игнок 1862 года. Вот это вот будет самое то. Поехали. В томатный сок наливают кетчуп. И так и пьют. Ну, это всё какие-то уж средневековья, а мы гадость не делаем. Мы делаем устрицу прерий. Бадум тыщ. Ладно, проехали.